Добрый день, дорогие друзья! Хорошего вам настроения, хорошего самочувствия, всяческих успехов. Напряжение вокруг украинского вопроса достигает каких-то невиданных высот. Российские дипломаты начали покидать Украину, сообщает источник. Сотрудники дипломатической миссии начали эвакуацию из страны, друзья мои, после всех разговоров. Что вот американцы выводят своих дипломатов, вот те и эти побежали, это они все нагнетают истерику, это понятно. Но российские-то почему побежали? Российское правительство тоже истерику нагнетает? Как-то не очень логично получается. США сокращают объемы секретного оборудования в посольстве в Киеве, по заявлениям Госдепартамента. Это уже не меры предосторожности, это уже бегство. На здании британского посольства в Киеве сняли государственные флаги. Ну, предполагается, что типа если российские ворвутся в Киев, мы снимаем флаги, чтобы наше посольство не ограбили, не обстреляли, не отбомбили. Посол Великобритании сообщил, что остается на Украине вместе с основной командой. Но флаги приспустили. Президенты Макрон и Путин час сорок поговорили по телефону. Макрон же только что был в Москве, обо всем поговорили. Что такое делается, что такое происходит? Зачем Макрон сейчас опять позвонил Путину и опять они что-то обсуждали? Что можно обсуждать час сорок? У России же четкая позиция. Мы не собираемся ни на кого нападать. Друзья, напишите в комментариях, вот как вы думаете все-таки, какие шансы того, что что-то произойдет? Я этот вопрос задавал и Платошкину, и Делягину. И самому мне не хочется верить то, что на Украине что-то произойдет серьезное. И люди пострадают. И у нас есть дела поважнее. И Путин опять получит возможность прижимать оппозицию. Ну типа знаете, у нас тут война, какая еще демократия? Демократия может быть в спокойное мирное время, а во времена испытаний гораздо эффективнее диктатура. Вот у вас есть любимый президент, у вас есть любимая Единая Россия. И вот их и надо поддерживать. А все, кто что-то там критикует, оппозиционерские взгляды высказывает, это предатели? А как поступают с предателями в военное время? Расстрел без особого какого-то следствия, военно-полевые суды. 150 военных инструкторов США покинут Украину. Неплохо, неплохо. То есть новости приходят со всех сторон. Ситуация накаляется. Вчера очень активно обсуждали в средствах массовой информации взрыв в Донецке. Все обсудили, потом наконец-то официальное заявление пришло. Причем оно шло почти сутки. Так не было никакого взрыва в Донецке. Взрыв произошел на территории основной Украины. Не ЛДНР, а Украины. За чертой. До самого Донецка, до Донецкой Народной Республики дошла только ударная волна. И, как предполагает руководство Донецкой Народной Республики, это украинцы снимали видеоролик о том, как Россия начала бомбежку, короче говоря, готовят постановки для провокаций, чтобы потом эти заранее снятые кадры показывать где-то в американских средствах массовой информации, рассказывать, что пора Путину надавать по щам. Но реально никакого теракта в Украине не случилось. Теракт произошел в другом месте совершенно. В столице северо-китайской провинции Ляунин, городе Шэньян, в городском рейсовом автобусе произошел взрыв. Один погибший, 42 раненых. Может быть, сейчас со временем их стало еще больше погибших. В Китае, где сейчас проходит Олимпиада, по идее, за ситуацией в Китае сейчас следит весь мир. И в одном из крупных китайских городов, в региональной провинции, в центре провинции происходит взрыв. Возможно, это был теракт. Учитывая то, что мы на днях обсуждали, то, что всякие игиловцы движения Восточного Туркестана, они считают, что надо освобождать Уигурский автономный округ в Китае. Короче говоря, хотят там устроить джихад. Это все выглядит очень и очень непросто. Учитывая, что сейчас Путин идет на такую дружбу с Китаем, на союзничество военно-стратегическое, то проблема у Китая – это то, за чем мы тоже должны следить. В интервью шведскому таблоиду Автон Бладет, посол России в Швеции, наш официальный посол Виктор Татаринцев заявил, цитата, «Насрать нам, россиянам, на западные санкции». Мне интересно, когда официальное лицо, посол в Швеции, говорят, что нам насрать на западные санкции, мне интересно, кому нам? Вот если у нас за месяц продукты в магазинах подорожают в полтора раза, еще в полтора раза по сравнению с теми ценами, которые есть сейчас, нам что, на это будет насрать? Если у нас начнут закрываться заводы, которые худо-бедно работают на экспорт, нам что, насрать? Если у нас перестанут работать на пару недель хотя бы банковские карточки, нам что, на это насрать? А, насрать, наверное, тем россиянам, которые в Швеции работают. А российским послам в Швеции наплевать на эти все проблемы. Ну, тогда понятно. Ну, кто дал право этим людям говорить за всю нашу страну, за все наше население? Вот этот долбанный ура-патриотизм – это самая главная наша беда. Именно эти ура-патриоты принимают решения за всю остальную страну. Путин напомнил Байдену, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, в 90-е вроде друзьями, но НАТО расширялось и приближалось к РФ. Да, Путин провел переговоры не только с Макроном, но и с президентом США Байденом. Опять же, о чем они так долго общались? При Ельцине лишь три новые страны вошли в НАТО, а при Путине 11 стран вошло в НАТО. Потрясающе, удивительно, грандиозно, феноменально. Вот именно сейчас мы заметили, что НАТО проводит к нам недружественную политику. А что надо было делать, чтобы проводить, чтобы страны не хотели присоединяться к НАТО? Что надо было делать, чтобы страны хотели вступать в союзы с Россией, вступать в ОДКБ и другие организации? Вы знаете, я из раз в раз повторяю и буду настаивать на одном и том же. Если бы у России была сильная независимая экономика, промышленность, если бы мы производили качественные автомобили и качественные относительно недорогие, если бы мы могли газифицировать всю свою страну и поставлять энергоносители соседям, если бы у нас была развитая фармацевтика, текстильная промышленность, своя радиоэлектроника, вот только сейчас, вот вчерашняя новость, один из вице-премьеров Черношенко, вот он заявил, да, в России, судя по всему, надо ставить вопрос о появлении нового нацпроекта по развитию своей радиоэлектроники. Я понимаю, сейчас создать процессор какой-нибудь, современный процессор для смартфона, для ноутбука, для компьютера, для автомобиля микрочип, это очень высокие технологии, которых в мире есть очень мало у кого. Какие-то малюсенькие мощности есть в Америке, а больше 90% всех мощностей по производству микропроцессоров – это один остров Тайвань. Поэтому то, что Китай собирается захватить, присоединить к себе, воссоединиться с Тайванем – это на самом деле событие реально мирового масштаба, потому что все наши телефоны, ноутбуки, компьютеры работают через тайваньские процессоры. В Америке и Великобритании, вот это процессоры ARM и процессоры Apple, там очень маленькая доля мощностей по этому производству. Это высокие технологии. Но радиоэлектроны – это технологии. В Советском Союзе мы умели это делать. Сейчас, слава богу, возродили производство, оно, правда, не очень масштабное, но хотя бы производство микрофонов «Союз». Все профессионалы их очень хвалят. Профессиональные дикторы, чтецы, ведущие, певцы говорят, что микрофоны «Союз» – это вот прям эталон. Совершенно не стыдно им пользоваться. Лучше всех зарубежных конкурентов. Они и стоят, правда, очень недешево – 150-200 тысяч рублей за микрофон «Союз». Но мы, Россия, умеем их производить. На основании еще советских разработок. Но в Советском Союзе мы умели делать радиоприемники, да хоть катушечные магнитофоны умели, а сейчас мы ничего не умеем делать. Вот если бы у нас была своя сильная промышленность, и с нами было бы интересно торговать, то, что смогла сделать Турция, огромное количество производств, и сельскохозяйственных, и легкая промышленность, и тяжелая промышленность, то, что сумела сделать Южная Корея, Япония, Вьетнам, а в России ни хрена. А вот поэтому мы плачемся, ой, почему-то от нас все отворачиваются, смотрят в сторону Америки. А какой смысл на нас-то смотреть? Что мы можем предложить странам? Нефть и газ? Мы и так готовы их продавать налево и направо. Каких-то более высоких технологий? Ну, например, если мы крупнейший производитель газа, то нам выгодно, если во всем мире автомобили с бензина пересядут на газ. С каждым газовым автомобилем в мире, и в России, и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке наше влияние подрастает. Наши газовые мощности больше ценятся. Где у нас масштабная национальная программа? Путин что, за 20 лет не мог этого сделать? Да при желании все можно было сделать. А сейчас мы плачемся. Ой-ой-ой, у нас нет никаких союзников, мы никому не интересны. И при этом же говорим, а нам насрать на ваши санкции? Это официальная цитата от лица, понимаете? Я обычно такие слова вообще не употребляю в своих роликах, стараюсь как-то сдерживаться. Максимум, что я говорю, это охренеть. И чертыхаюсь иногда. А это посол говорит. Издание Bild. Немцы представили очередной план России по наступлению на Украину с важным отличием. Указана линия, на которой становятся российские войска. По мнению немецкого издания, Россия присоединит к себе Луганск, Донецк, Киев, все, что южнее Киева, Одессу, выйдет к Молдавии, к Приднестровью. Соответственно, две трети Украины будет, по мнению немцев, присоединено к России. И остановимся мы даже не на Днепре, мы остановимся гораздо дальше. Где-то еще, наверное, километров 200 на запад. США опубликуют заявление о вторжении в РФ, чтобы победить Путина в его собственной игре. Сообщила The New York Times. То есть, типа, мы заранее раскрываем планы Путина, теперь он боится нападать. гениальная какая-то игра. О чем они там ведут переговоры? Бред сивыка был. И вот, опять же, на людей всем плевать. На людей Луганской, Донецка, на людей в России всем плевать. На следующей неделе объявлено, что 15 или 16 февраля Россия вторгнется на Украину. Все это будут ждать. Соответственно, сейчас на бирже начнется массовый обвал. Очень жесткое падение всего. Рубля, акций. Ну и, наконец, конкретное, не болтовня, а конкретное событие, которое приковало внимание. Была обнаружена подводная лодка военно-морских сил США непосредственно в районе наших границ. Кто-то сразу сказал, пересекла нашу границу, вторглась, то есть, незаконно вторглась в наши воды. Кто-то заявил, что все-таки нет, она была близко, но не пересекала. В связи с нарушением подводной лодки ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван аташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. 12 февраля в Главном управлении Международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодки ВМС США госграницы представителю аппарата военного аташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота. Представителю Минобороны доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права, провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ, Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем, Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море всевозможные меры для обеспечения безопасности РФ. 12 февраля в 10.40 по Москве в районе проведения планового учения сил Техоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруб Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Вирджиния. В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение «Вы находитесь в территориальных водах России, всплыть немедленно». Экипажам американской подводной лодки требования российской страны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажам фрегата Техоокеанского флота «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства. Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ. РФ спугнули щучку. Это говорит о том, что уже пошли более серьезные провокации, не просто какой-то взрыв, чтобы что-то поснимать, не просто убрали флаги, но никто не сбежал, не просто выводят инструкторов с территории Украины. Украины прощупывают почву, скажем так, причем, подчеркиваю, учения проходили не рядом с Украиной, не в Черном море. Этот инцидент произошел на другой стране нашей необъятной матушке России, в районе, на Дальнем Востоке. Политджойстик пишет. Казахстанский вариант, но для НАТО Зеленский, теряя власть и территорию, может призвать страны НАТО войти официально на Украину, и Верховная Рада поддержит его. У Зеленского там большинство. А дальше попытки бомбардировок Киева по белградскому варианту, но с одним исключением. Россия не даст открытого неба для самолетов НАТО, и, возможно, это будет то самое прямое столкновение союзных войск России и Беларусь с западниками, о котором говорят. Я даже не буду это комментировать, это мнение околокремлевского политолога, который уже готовится к войнушке. Будем сбивать НАТОвские самолеты. Ну и последнее. В Румынии, а вы знаете, что на территории Украины проживает румынская диаспора. В том числе ведутся разговоры о том, что Румыния с радостью оттяпала бы кусочку Украины с того, с юго-западного направления. В Румынии правительственные структуры активно рассказывают о переброске американских войск на восток страны. Политики нагнетают по поводу нападения России на Украину и восхищаются решимостью стратегического партнера, то есть Америки. Как говорит источник, поставленная в Румынию американская техника устаревшая и не может быть по-настоящему использована в отступательных операциях. Скорее всего, американцы используют ситуацию, чтобы перебросить большой контингент войск в страны Восточной Европы и закрепиться там. Население Румынии на самом деле очень обеспокоено приездом американских военных. Много разговоров, что Румыния может быть втянута в украинский конфликт. Также есть недовольство тем, что Румыния закупает у своих партнеров просроченную технику за бешеные деньги. И теперь эта тема снова на повестке дня. Итак, дорогие друзья, мы имеем очень сложный расклад, очень большое количество разных вариантов, как все это интерпретировать, как все это оценивать. Я напомню, что американцы вывели свои войска из Афганистана, практически забежали, бросили там огромное число своих союзников. Американцы последние годы показывают желание уйти из тех регионов, куда они все последние 30 лет вводили свои войска, все больше и больше, насоздавали баз, огромные объемы средств на это все тратилось. В Америке сейчас экономика надрывается от бесконечного печатания денег, инфляция зашкаливает, американцы все это хотят свернуть. И вот если мы смотрим с этой точки зрения, то есть американцы хотят выйти из Украины. Они вряд ли хотят там создавать какие-то военные базы, у них нет на это особых сил и ресурсов, у них своих проблем выше крыши. Тогда что происходит? Еще лет 7 назад четко была высказана формулировка тем же Андреем Фурсовым, что на самом деле американцы будут уходить из всех мест, создавать там максимальную напряженность, максимальный хаос. Вот если исходить из этой ситуации, в принципе американцы могут вообще все увезти с Украины, просто говорить, мы на вашей стороне, мы за вас, но реально никакой помощи не оказывать, ни деньгами, ни инструкторами, ничем. Напряжение будет большое, против России будут вводиться санкции, может быть Луганск и Донецк будут таки присоединены к России. Ну то есть, сейчас вариантов развития ситуации очень много. Что будет происходить, что не будет происходить? Путаница несусветная. Из позитивных моментов европейцы начинают принимать какие-то решения вопреки решениям НАТО. То есть, например, у НАТО жесткая позиция, европейцы говорят, мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать. Вот, а больше плюсов никаких нет. Путин, разваливая экономику России, лишил нас всех союзников. Я уверен, что именно в развитии российской экономики ключ к появлению наших надежных союзников и партнеров. Вот, а то, что сейчас есть, это полный провал, полный провал и разруха. Любое развитие событий при действующей российской власти обернется провалом и поражением. Что думаете, вы пишите в комментариях. Надеюсь, что войны не будет. И в то же время хочется, чтобы ситуация как-то разрешилась. Потому что вот это вот постоянное напряжение, оно тоже будет выматывать. И постоянная угроза санкций, это само по себе серьезный подрыв для российской экономики. Если санкции хотя бы могут быть введены, то никаких там серьезных проектов, договоров с Россией заключать не будут. И рубль будет постепенно, постепенно дешеветь и дешеветь. А цены будут расти в наших магазинах. Вот это реальность. Очень грустная и печальная. Наше государство не может с этим сделать ничего. Нам нужно другое государство. Более разумное и ориентированное на общественную пользу. Спасибо, до новых встреч. Пока.